Приветствую, друзья, на библейском портале «Экзегет» ответы на ваши вопросы. Нет сокрушения о грехах. Как быть, если нет сокрушения на исповеди? Умом осознаю, а сердце сухо. Это один из главных вопросов нашей церковной жизни, духовной жизни. Что такое духовная жизнь? Это не участие в постановках театральных, это не посещение концертов и каких-то развлекательных мероприятий. Духовная жизнь — это приведение сердца своего в состояние сокрушенное и смиренное пред Господом. Ибо именно это сокрушение, о недостатке которого вы спрашиваете, и становится причиной получения человеком бесчисленных от Господа благ, ибо сердце сокрушенное и смиренное Бог не уничижит. И действительно, часто знакомые с искренним сердечным сокрушением на первом этапе своего обращения к церкви, потом замечают в себе привычку и к богослужению, и к своему состоянию христианина, и к будущим благам обещанным Господом. И потому грехи собственные, которые все с большим навыком, опытностью может человек произносить на исповеди. Поначалу он путался, не мог дать точные определения, где было тайноидение, а где было гортанобесие, а где было чрево неистовство. Он уже знает терминологию, он уже знает время исповеди, и не мечется в конце литургии, как ему облегчить душу свою, чтобы участвовать в святом причащении. Все у него уже спокойненько, благоустроено. И здесь хорошо, если замечает человек, как и автор нашего вопроса, а где же сокрушение сердечное, а где же та теплота покаяния, которая отличает всех тех праведников, вернее, оправданных Господом, кающихся грешников, которые ходили за ним, как женщина Серафиникиса родом, прося о своей дочери, как женщина, нечестивая, умывшая слезами своими ноги Спасителя, как мытарь, не дерзнувший, не дерзавший очи поднять на небо, как блудный сын, возвращающийся из страны далечия. Всякий ударял себя в грудь, всякий оплакивал окаянство свое и с благоговением умывал слезами своими ноги Спасителя. А моя теплохладность не имеет, кажется, никакого отношения к этому примеру, к этому сонму кающихся. И Феофан Затворник не зря говорит, живописуя перед нами образ подлинного христианина, мы должны быть как ангелы, но только те, как святые и совершенные духи, непрестанно приносят Богу жертву хваления, а мы, как существа падшие и поврежденные, призваны непрестанно, подобно им, приносить Богу жертву самоукорения. Надо сказать, что вот эта сердечная раскаянность является результатом двухсторонних усилий. С одной стороны, частая исповедь, которая сама в себе имеет залог приобретения в ней доброго навыка, непривычки, которая служит к потере благоговения, а именно доброго навыка всегда и с постоянством обличать себя не столько в общих страстях, которые присущи всем сынам человеческим, сколько в конкретных фактах их проявления, так и святитель Феофан Затворник советует, не общей страсти исповедуй, которые у всех одинаковы, гордыня, раздражительность, похоти, а называй на исповеди факты их проявления. Тогда и стыдом исповеди, постыдные грехи будут удобно сожигаться под действием Божьей благодати. Тогда и ты сам будешь находиться в присутствии свидетеля от Бога, для тебя поставленного, священника в состоянии плачущего, укоряющего себя, обнажающего свою рану, с тем, чтобы быть ей исцеленным. Ты будешь чувствовать гораздо больше и сжижение совести, и стыда, и решимости приобретать какие-то способы избегать впредь тех постыдных грешений, промахов, которые ты открываешь духовному отцу своему. Так что сама регулярная исповедь, конечно, в миру это трудно сделать очень частым, но хотя бы накануне воскресного дня, когда мы все призваны участвовать в вечере Господней, в Божественной Евхаристии, приобретать навык исповедоваться во многих храмах. Эта исповедь бывает во время всеночного бдения или после него. Хорошо еще накануне Великого Дня, Дня Господня, облегчить душу свою от тяжести грехов, которые она приобрела для внимательного, это всегда очевидно, в течение каждого минувшего дня, а не только недели. Ибо сказано премудрым проповедникам, что и праведник седьмижды на день согрешает. У что ли дело мы грешные? Но и одной исповедью дело не может оказаться достаточным. Как некогда Адам был населен в раю и получил задание «делайте рай и храните», так и мы. Вот это чувство самоукорения, сердце сокрушенно призвано поддерживать, не только внимательно и внятно, регулярно исповедуясь, но и между исповедями поддерживать хранение этого сердечного огонька или этого родничка собственного укорения. Это достигается всегдашним и внимательным призыванием имени Господа Иисуса Христа с признанием своей греховности и с просьбой о помиловании Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, «Помилуй меня грешного». Это краткая молитва, которая призвана стать дыханием всякого христианина, внутренним, постоянным движением его души, помогает поддерживать в душе вот те самые расположения, которые ниоткуда будет взять тогда, когда вы уже пришли на исповедь, даже если и пришли на нее, если прежде, по ходу самого вашего течения жизни, вы не трудились над возделыванием своего сердца, обращением к Богу. Скажете, молитва моя холодна, но Бог требует усилий и усердия в молитве и то нуждение самого себя, наградой за которое обещается Царство Небесное, является несомненная бдительность к движению своих помыслов и расположению сердца. Ибо и молитва есть в возношении ума и сердца к Богу, производимое сознательно, произвольно. И ему навстречу уже двигается божественная благодать, как отец навстречу двигающемуся со стороны далечием блудному сыну, так и Господь обещает, дам молитву, в том числе и покаянную, кому? Молящемуся. Дай молитву молящемуся и благослови лето праведного. И за дня в день, и с года в год, когда жизнь наша складывается уже в десятилетие, и лето, тот, кто терпеливо вкладывает в сердце свое эти покаянные воздыхания ко Господу, несомненно, получает и благодатный плод, это чувство близости Господней, свет его милости, тепло его любви отеческой, носит в себе тот, в ком эта покаянная молитва входит уже в некоторый навык. Но для этого воистину стоит потрудиться, и усилия над собой непременно по истечении времени этих трудов возымеют и благодатные плоды радости, сопровождающиеся вот этим самым непрестанным духом сокрушения о грехах своих и умиленного, умилительного пред Богом хождения. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok